российский рынок четвертый день подряд остается во власти крупных продавцов и не может нащупать дна продолжает свободное падение которое уже вошло в топ-4 сильнейших за последние 10 лет по итогам торгов во вторник индекс мост биржи включающий акции 43 крупнейших российских компаний рухнул на 6 половиной процентов максимальную величину с марта 2020 года а ртс отражающий долларовую капитализацию бумаг просел на 7,3 процента за последние 10 лет лишь трижды рынок видел обвалы сильнее в начале пандемии 20 года на фоне введения санкций в апреле 18 и после аннексии крыма в марте 2014 года практически безоткатное падение которое началось 13 января после безрезультатных переговоров россия нато и среди воинственных заявлений от российского мида и кремля отрезала 12,1 процента от капитализации индекса мосбиржи опустив его до минимума с февраля 2020 если рынок завершит январь на этой отметке он станет худшим месяцем для российских акций с 2009 года рынок охвачен паникой вызванной рисками начала военных действий в украине свежую порцию масла в огонь подлили новости об эвакуации десятков российских дипломатов из киева и львова опровергать которые мид рф не стал рынок тянут вниз геополитические страхи для того чтобы эти эмоциональные распродажи завершились или хотя бы приостановились нужны сигналы от нормализации отношений с западом но пока таких признаков не наблюдается переговоры глав мид рф и германии во вторник не принесли прорыва лавров как всегда в очередной раз назвал неприемлемым требования запада отвести войско от границ украины и возложил на евросоюз вину за ухудшение отношений пока дипломаты не могут договориться фондовый рынок спасается от рисков бегства по итогам торгов во вторник топ-5 крупнейших российских компаний подешевели суммарно на две целых три десятых триллиона рублей акции сбербанка падали более чем на 10 процентов и обновили минимум с лета 2020 года 229 рублей за бумагу капитализация банка сократилась на 541 миллиард рублей за день и одну целую два десятых триллиона с начала года акции газпрома обвалились на восемь с половиной процентов а его рыночная стоимость сократилась на 675 миллиардов рублей за день торгов сначала газовая монополия стала дешевле на 12 половиной процентов или на 903 миллиарда рублей акции роснефти в моменте падали более чем на 12 процентов а на вечерней сессии сократили обвал до 7,8 процента компания потерпела 695 миллиардов рублей капитализации за день и 737 миллиардов с начала года норникель упал на 5 процентов или 174 миллиарда рублей в пересчете на рыночную стоимость лукойл потерял 248 миллиардов рублей капитализации падая в моменте на 6,4 процента в плюсе по итогам дня оказались лишь две акции транс нефть плюс ноль целых шесть десятых и avisма плюс 3 процента характер распродаж говорит о том что позиции массировано сокращают крупные игроки судя по всему на рынке начались маржин колы причем особенно досталось сбербанку игроки были вынуждены резать убыточные позиции продавая бумаги по любым ценам и толкая котировки еще ниже под ударом оказались и сотни тысяч начинающих инвесторов которые пришли на рынок в прошлом году вложили в российские акции 1 и 3 триллиона рублей теперь они продают чтобы забрать свои деньги но сделать это могут далеко не все акции сбербанка который занимает почти 20 процентов в портфелях частных трейдеров имеет больше миллиона акционеров физлиц торгуются на минимумах за полтора года это означает что каждый кто покупал их в прошлом году уже находится в убытке частные деньги начинают капитулировать причем не всегда физлица продают по своей воле некоторые позиции принудительно закрывают брокеры из-за маржин колов по падающим бумагам очень нужны продвижки в переговорах с западом а их пока проглядеть очень сложно индекс московской бирже выглядит очень слабо и в скором времени может просесть еще ниже до 3 тысяч двухсот пунктов кроме того на рынке акций может возникнуть дополнительное предложение из-за решения перевести капитал из акций в облигации федерального займа доходность по которым приближается к десяти процентам российские акции рушатся на отсутствие признаков деэскалации в отношении россии с западом и роста напряжения на российско-украинской границе риски дальнейшей эскалации грозят дальнейшим падением индексов которые при худшем сценарии может измеряться десятками процентов с учетом сохраняющейся большой значимости западных денег на российском фондовом рынке отпетые диванно-кухонные критики наверняка не поняли ни слова из вышесказанного поэтому скажу простыми словами вся эта военная истерика угрозы всех взорвать разбомбить украину америку и вообще весь запад напрямую влияет на состояние ваших холодильников и и без того пустых кошельков а учитывая устойчивую на грани упёртости и маразма риторику кремля все будет однозначно только ухудшаться но для русского человека это не имеет никакого значения правда ведь главное что родина в опасности а народ готов сделать все чтобы только царь был доволен шутить не надо сегодня самый исторический момент если этот шанс не будет упущен то мы станем действительно мощным государством блестящие возможности есть и нам готовыми действительно сплотиться хотя бы на месяц-два пока будут особенно горячие события чтобы за спиной у высшего руководства страны он знал что это парламент который един в желании окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорбление и угроз со стороны запада то есть мы должны выиграть вот если слова какой-то песни там это наш последний и решительный бой вот это наш последний решительный бой весна двадцать второго года пусть это будет в апреле в мае но в этом году это можно сделать мы победим за победу россии в новой войне спасибо владимир вольфович то есть владимир вольф будет всех провожать на фронт с гармошкой правильно это владимир жириновский вчера выступал на открытии весенние сессии российской госдумы думскому комитету по обороне он предложил чаще собираться чтобы российский президент владимир путин в случае войны о которой говорил жириновский чувствовал поддержку парламента нато стремится оккупировать украину мы должны сделать все для того чтобы сохранить мир а этот вопрос вопрос именно сохранение мира потому что мы не можем позволить чтобы нато свои войска вводил на территорию украины это вопрос безопасности наших граждан вопрос безопасности граждан европейских государств российский рынок акций вчера продемонстрировал рекордное падение за почти два года с начала пандемии коронавируса накануне индекс московской бирже упал на 6 с половиной процентов основной индикатор фондового рынка россии индекс ртс снизился на более чем 7 процентов акции крупнейших российских компаний газпрома сбербанка и яндекса подешевели в среднем на 10 процентов доллар к сегодняшнему утру на биржах стоит более 77 рублей а евро более 87 эксперты предполагают что акции российская валюта падают на фоне геополитической напряженности угрозы российского вторжения в украину и безрезультатных переговоров между россией и западом это отпугивает иностранных инвесторов падение российских индексов началось еще 11 января сегодня после открытия московской биржи российские акции продолжили падение а